Мы готовы начинать послематчевую пресс-конференцию с главным тренером Салатой Лаева, Томми Ламсом. Это 4 лайнеров в следующем плане, который мы сделали в пресс-конференции. Я думаю, что мы начали. Салатой Лаги пришли сегодня. Александр Ярухин из здания АВТР. Вы сейчас сказали, что действовали по плану. Ваш план был действовать именно в оборонительном стиле и не давать бросать Трактору? Нет, мы знали, что это первое место для Трактора. Они имеют много эмоций. Они будут тяжелые. Мы хотели играть в первые 10 минуты. И убили моменты. Это было первое место. Мы хотели играть в 60 минуты. Салатой Дефенс. Это было второе место. Я думаю, что мы делали хорошо сегодня. Спасибо. Коллеги, будут еще вопросы? По всей видимости, коллеги из дома, пожалуйста, представляйте, задавайте. Здравствуйте. Позвольте начну. Азаман Шелуков, Медиакорсеть. Первый вопрос. Что говорили перед третьим периодом, когда счет был 3-0? Хотели ли вы ближе к концу периода, если победный счет сохранится, может быть, в более энергосберегающем режиме сыграть? Вы знаете, мы хотели быть активным. Потому что много раз это большая проблема. Проблема приходит, если вы становитесь пассивным, и ты начинаешь думать слишком далеко. Мы хотели быть активным и только на следующий год. Нет, в том-то и дело, что проблема приходит, когда становишься пассивным, поэтому наш план, так же как и в предыдущем периоде, был действовать активно, что мы старались как раз таки проявить на льду. Поэтому никаких мыслей не было о том, чтобы играть в пассивный хоккей в третьем периоде. По каким причинам сегодня не играл Коллидов? У него небольшие проблемы со здоровьем, поэтому сегодня его не было. Три гола, три гола по четвертой линии. У них много важных моментов. Они контролируют игру. Поэтому сложно убить, потому что он играл очень хорошо. У парня хорошо действует, забили голы, несмотря на то, что четвертая звенова, поэтому вполне-вполне очень хорошо у парня действует по плану. Можно ли сказать, это последний вопрос, что Салават… А, три, еще здесь стуночки поправили меня. Три прошедших игры, три заброшенных шайбы и четвертой линии. Можно ли сказать, что Салават долго вкатывается в игры, потому что в двух предыдущих матчах достаточно рано пропускали, и сегодня где-то минут десять играли вторым номером? Спасибо, у меня все. Не знаю, мы знали, что сегодня они будут приходить тяжело, потому что первое место для них не было. И мы играли очень глубоко, и Салават, и Салават, тоже, и несколько кубцев. Поэтому, конечно, мы хотели прямо играть лучше. И играть лучше. Но я думаю, что сегодня мы победили первый гол, и это был большой гол, когда мы играли в Роке. Я думаю, что Салават на выезде будет попроще играть, чем дома, потому что не будут гнать трибуны, и можно спокойно в более терпеливый хоккей играть. Так ли это? Ну, я не знаю. Если вы хотите сделать успех в игре, то нужно играть хорошо в доме, и также на дороге. Но я думаю, что это немного легче играть на выезде. Да, может быть совсем немного чуть проще играть на выезде, но если ты хочешь добиться успеха в борьбе за клубы Гагарина, ты должен одинаково хорошо играть как на выезде, так и дома. Коллеги, будут ли еще вопросы? Да вроде все работает. Спасибо. Коллеги, продолжаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер-трактор Анна Рафаилович, можно, пожалуйста, ваши комментарии по сегодняшней встрече? Третья игра. Видно, было сразу свежее, что не хватало. Плюс это подвела игровая дисциплина. Пропустили ненужный гол. Пришлось где-то, наверное, раскрываться. И за ошибаться, и за эти ошибки соперник нас наказал. Тем не менее, ребята с первой и до последней секунды старались где-то переломить, забить. На отдаче никому нет претензий. Вот есть у нас день, чтобы разобрать ошибки и подготовиться к следующей игре. И отдельное спасибо болельщикам за поддержку. Спасибо. Из конференц-зала есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Сегодня вы вновь выпустили Ивана Федотова в старте. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Уверенная игра Ивана. Хорошее самочувствие и физическое, эмоциональное. Поэтому выбор пал на Ивана. Играл уверенно. Смена вратаря. Нужно было как-то стряхнуть команду, поэтому поменяли вратаря. И в чем был смысл мегатерина 6-го полевого игрока в концовке матча? Тут, наверное, неважно. Счет 0-3, 0-4. Если есть возможность забить гол, то мы хотели ее использовать. Поэтому поменяли на что полевого игрока вратаря. Да, пожалуйста, Александр Скрипов. Ивана Федорович, не показалось вам, что было слишком много удалений, и в том числе не всегда оправданных, и это очень повлияло на результаты? Ну да, здесь я уже сказал ранее, что игровая дисциплина – это касается и игры, и удалений. Но еще раз повторюсь, у нас есть день. Важно сейчас восстановить ребят, там есть небольшие повреждения, подлечиться, разобрать игру, провести работу над ошибками. И уже следующая игра, самая важная, к ней готовится. Спасибо. Да, Олеся Усова. Второй матч подряд «Трактор» проигрывает второй период при дальней лавке. Чем бы вы это объяснили? Ну, повторюсь еще раз. Игровая дисциплина. Где-то начинаем передерживать шайбу у себя в зоне, умели немного неправильно играть в зоне атаки. В первом периоде пропустили гол, наверное, где-то эмоции перехлестнули, желание забить. И в зоне атаки немного неправильно действовали. Попадали на контратаке или на контратаке, да, соперник успевал наложить смены. Поэтому это, наверное, в этом, наверное, и есть причина. Оцените игру первого звена, легионерского звена. Все четыре шайбы пропущены при их игре, были при паре «Бейли» и «Антелегин». Оценю игру всей команды. Самая важная – самоотдача. Сегодняшняя игра проиграли, но эта серия идет дальше. Поэтому готовимся к ней. Почистить надо индивидуальные ошибки, которые приводят к голевым моментам. – Есть еще один вопрос? – Да, пожалуйста. – Один вопрос. Капивин Сергей, сайт Пчела. Антон Рафаилович, как Вы прокомментируете то, что трактору сегодня не удалось забить ни одной шайбы? Моменты были, моментов было много, но ни одной шайбы мы так и не увидели. Почему? – Да, желание было огромное забить до последних секунд. И моменты создавали неплохие, но, возможно, где-то свежести не хватило, возможно, где-то хладнокровие. Но, еще раз повторю, сегодняшнюю игру разберем, забыли и готовимся к следующему матчу. – Спасибо. Коллеги из Зума, пожалуйста, если есть вопросы, представьте, задавайте. – Денис Таипов, Горобзор. Антон Рафаилович, ну, в первом матче Вы остановили первую звену Салава, причем действовали уверенно в обороне, но вот уже второй матч подряд они Вам большие проблемы приносят. На Ваш взгляд, это как-то первое звено Салавата изменило игру, поменял тактический рисунок, или Вы стали просто чуть хуже играть в обороне. – Ну, еще раз повторюсь, игровая дисциплина и именно вот где-то индивидуальные, индивидуальные вот эти ошибки приводят к голевым моментам, но у нас есть время еще раз проанализировать и исправить эти моменты. – Спасибо. – Да, Антон Рафаилович, чемпионат Комп, Анашев Павел. Вы не упускаете, наверное, Евенко, да, чтобы избежать каких-то лишних вот как раз удалений, о которых вы говорите, чтобы игровая дисциплина была получше. Но сегодня и Калинин, и вот что самое важное, Бывальцев, центральный, один из ведущих странных нападающих, 2 плюс 10, получил вот эти толчки на борт. Как это просто, опять же, эмоции, говорите ли вы ребятам, что так делать не надо, потому что, по сути, это и силы выхолачивает лишние, и Уфа забивает из-за этого. Спасибо. – Ну да, соглашусь, конечно, что удаление забирает очень много сил, вот, поэтому хотелось бы как можно меньше, чтобы их меньше было. Но, да, игровая ситуация, столкновение, игра плей-офф, игра с обеих команд идет жесткая, поэтому где-то, наверное, там перехлестывают эмоции, но, тем не менее, поправим и еще раз объясним, где, там, доводить силовой прием до конца или где играть осторожней, чтобы не давать поводу удаляться. – Добрый вечер, Азамаша Луков, «Медиакрасити». Первый вопрос. Вы несколько раз сказали о том, что команде свежести не хватило, но ведь это лишь третья игра плей-офф. Как бороться с этим моментом? Будете ли вы какие-то перестановки в составе делать в этой связи? – Да, разберем матч. Завтра день есть восстановление. Все сделаем для того, чтобы восстановить. Ребята отдохнули и были в свежей следующей игре. Вот. Также есть по составу, есть те ребята, которые не принимали участие в этих играх и они готовы играть. Подумаем, разберем и завтра примем решение, кто будет играть в следующую игру. В третьем периоде очень мало было бросков и атаку было тяжело начать. Там еще и в атаке удалились. Вот этот момент. Как объяснить? Ну, играли меньше стрем много, поэтому, наверное, силы потратили, не хватило сил где-то на концовку. Вот. А так игрались, еще раз повторюсь, и были моменты в третьем периоде, но, к сожалению, не смогли их реализовать. В матче номер два вы взяли тайм-аут, там где-то за семь с половиной минут до конца второго периода. Сегодня почему не стали такого делать, например, по счете 3-0? Ну, лично мне со стороны казалось, что игроки трактора концентрацию потеряли и уже так по системе не могли действовать, как в первом и большей части во втором матче. Спасибо. Ну, мне не показалось, что концентрацию потеряли. Вот. Вы имеете в виду, когда? После незащитного гола или когда? Ну, например, после 2-0 могли взять или после 3-0? Нет, никакой растерянности не было, никакой потери концентрации. Поэтому я посчитал, что не нужно брать тайм-аут. Спасибо. Коллеги, будущие вопросы из зума? Есть вопросы из зала пресс-конференции, Антон? Да, пожалуйста. Вы сказали, что команде не хватило свежести. Почему тогда не использовали игроков из резерва? Возможно, в следующей игре будет кто-то играть. А по сегодняшнему начали неплохо первый период. Пропустили ненужный гол. Пришлось где-то взломать обороны соперника, где-то больше играть давление. И, возможно, в этом есть что. И во втором периоде не хватило свежести. Готовимся к следующему матчу. Спасибо. Спасибо, Нарафаилович. Спасибо. До свидания. Коллеги, продолжаем нашу пресс-конференцию. Коллеги попросили начать с нашего игрока, защитник трактора Лоуренс Пилот. Лоуренс, можно, пожалуйста, комментарии по сегодняшней игре? Ну что ж, сегодня на льду было две команды, которые сражались за победу. Возможно, удача в чем-то сегодня была на их стороне. Но за что люблю пловь? Так это за то, что через 48 часов уже наступит новый игровой день и будет новая игра. На данный момент мы должны объединиться еще больше с командой и сыграть как единое целое на следующей игре. Лоуренс, я очень серьезно. И его ответы. Может, с детьми, комфортно ли ты играть? Лоуренс, у тебя очень серьезный айс-тайм. Примерно 30 минут на айс. То есть, это комфортно для тебя играть как это? Какие вы думаете на это? Да, я люблю играть очень много. Это часть моей игры. Я просто хочу дать много, как я могу. Все время. Если я фокусирую на моих играх, и играю на минуты, как я получаю. Я пытаюсь помогать команду победить. И я просто фокусирую на моих играх. Я очень люблю играть. Я очень люблю играть много. Это часть моей игры. И я стараюсь вносить как можно больше вклад в командную игру. К тому же это помогает мне фокусироваться на моей собственной игре. И мне всегда в радость помогать команде побеждать. Спасибо. Ваш коллеги сказал, что ваша команда не хватает свежести. Как вы лично себя чувствуете? Ваш коллеги сказал, что команда не хватает свежести. Как вы лично чувствуете? Я чувствую себя хорошо. Я думаю, что все это бороться. Все пытаются сделать его лучшим. Если ты устанавливаешь, ты еще пытаешься 100% того, что ты получил сегодня. И я думаю, что это мы с нами берем. Я имею в виду, что все пытаются бороться. И это все мы с нами берем. Как вы объяснили его? У команды играли в 2-м период. Это был 2-м игрок, когда команды играли в 2-м период. Что вы думаете о причинах? Я не знаю. Я думаю, что мы просто должны сосредоточиться на нашу игру. Смешать вместе. Я думаю, что иногда мы удерживаемся от этого, но я думаю, что мы очень хорошо пытаемся найти дорогу. И мы знаем, что мы играем лучшим хоккейом, когда мы играем в нашем системе. И я думаю, что это единственное, что мы должны сосредоточиться на. И остаться позитивными о хороших движениях, которые у нас есть. Если честно, даже не знаю. Я считаю, что нам нужно фокусироваться на своей игре и держаться вместе. Иногда мы немного от этого уходим, но самое главное, что мы знаем, как вернуться назад. Поэтому нам нужно играть по своей системе, показывать свой лучший хоккей и поддерживать этот положительный заряд после удачных смен. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопрос без ума. Коллеги, больше вопросов? Денис Таипов, Горобзор.ру. Вы очень часто играете один в один против Тиему Хартиканина. Все говорят, что у него железная спина и шайбы практически невозможно отобрать. Скажите, насколько сложно вам приходится борьба в один с Хартиканом? Я играю много один в один против Тиему Хартиканина. И, как я уже говорил, он из-за стилы, и это довольно тяжело, чтобы убрать паку от него. Какая же ваша опидая против Тиему Хартиканина? Я имею в виду, что он хороший игрок. Но, я думаю, что я тоже делаю. У меня нет больше комментариев о том. И, естественно, я считаю, что он хороший игрок. И, получается, с ним играть. Ничего более сказать по этому поводу не могу. Коллеги, будешь вопрос? Спасибо вам. Спасибо. Коллеги, мы готовы продолжать. Зачетник Салата Иваева Григорий Панин. Григорий, здравствуйте. Можно, пожалуйста, ваш комментарий по сегодняшней встрече? Добрый вечер. Ну, игры плей-офф, они, в принципе, непростые. Поэтому и эту игру нельзя назвать простой какой-то. Вот. Достаточно хороший соперник трактора. Организованная команда в обороне. Вот. Мы сегодня тоже старались играть организованно. Старались сбежать контратак. Поэтому, я думаю, всегда результат хороший. Спасибо. Коллеги из конференц-зала, будут ли вопросы? Видимо, нет. А коллеги из зума, пожалуйста, представляйтесь, давайте. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Меликор Сеть. Позвольте, я начну. Одна из самых важных тем сегодня. Салат Илаев наконец исключил ненужное удаление. Расскажите, как вы этого добились? Что говорили тренеры? Ну, тренер и по ходу сезона это говорил. И перед каждой игрой плей-оффовской он об этом говорит, что нужно исключить удаление. Я думаю, что потихоньку мы прислушиваемся. Можно ли сказать, что сегодня вы сделали особый акцент на игру в своей зоне? Потому что в предыдущих двух матчах трактор гораздо больше себе позволял. Они очень хорошо шайбу отбирали. А сегодня прям ничего они практически не создали. Вы знаете, это же в принципе анализ тактики соперника, анализ своей игры. После каждой игры есть разбор, есть индивидуальные собрания, командные. Поэтому это все из разбора. Поэтому мы старались исключить ошибки, использовать свои сильные стороны, слабые стороны соперника. Предпоследний вопрос. У вас большой опыт игры в плей-офф. Сейчас счет в пользу Салавата 2-1. Есть ли какие-то общие моменты, как действовать при таком счете, как выходить на четвертый матч? Общие? Да, может быть там как-то начинать надо по-другому или еще там. Ну, плей-офф это игра тактика обороны. Это не, так скажем, бразильский хоккей. Сколько мы забьем, сколько хотим, а вы сколько сможете. Поэтому это строгая игра в обороне. Это, наверное, основа вообще любой, в принципе, команды, которая борется за кубок и играет на чемпионском сезоне. И от меня последний вопрос. Сегодня было очень много болельщиков. Многие приехали. Плюс есть свой фан-клуб в Челябинске у Салаваты Лаева. Что можете через интервью им сказать? Спасибо. Я бы, ну, как обычно, хотел бы поблагодарить каждого болельщика, который приехал, и тех людей, которые сидят перед телевизором, переживают за их поддержку. Находясь даже в Челябинске, мы это чувствуем. Поэтому мы все вместе, как одна семья. У нас еще есть такой слоган «Зур семья». Поэтому всем огромное спасибо и благодарность. Спасибо. Коллеги? Да, Григорий Паншев Павел, чемпионат Ком. Вы удивились то, что Бывальцев сегодня не побоялся против вас так сыграть и толкнул на борт? Вы, наверное, запомнили его? Или в плей-офф все-таки мстить не будете и готовить ему ответку так, как вы можете это сделать? Спасибо. Не то, чтобы удивился и что он там не побоялся. Я думаю, это игровой момент. Такое может у каждого быть. Самое главное, как бы, ну, без травм. Это, я думаю, мало кто из игроков, когда идет, хочет нанести травму. Тем более, Бывальцев. По поводу мстительности, вы знаете, сейчас идет плей-офф. И какие-то там свои личные обиды или свои личные счеты тут не должны вообще, в принципе, быть. Все должно быть направлено на результат общей команды. Спасибо. Коллеги, будут ли еще вопросы? Спасибо, Григорий. Григорий, здравствуйте. Григорий. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да, да, да. А вот в третьем периоде и овертайме второго матча вы вместе с Жарковым начали играть очень жестко. На ваш взгляд, вот такие моменты не могли переломить вообще ход серии и сказаться и на третьем матче? И чья была установка вот настолько жестко играть в те времена? Это вообще, в принципе, я думаю, должна быть внутренняя установка каждого игрока, который хочет выиграть. Ну и, конечно, мы в команде с ребятами разговариваем, все эти идеи проникаются. Потому что, ну, плей-офф, как вы сами уже видели, это совершенно другие игры. Это не сезон, это не регулярный чемпионат. И здесь нужно все способы хороши для победы. Спасибо. Коллеги, будут ли еще вопросы? Спасибо, Григорий. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok